Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, сегодня вы смотрите рубрику влог В данной рубрике влог я рассказываю о своей жизненной истории и сегодня я вам поведаю о своей жизненной истории которая называется мой первый собственный тонометр Конечно до этого я мерил давление, у моих родителей всегда был тонометр, у бабушек, дедушек и так далее Но это мой собственный первый тонометр Ребят, это не рофельное видео, это не угарное видео, я не пытаюсь над этим глумиться Но мне реально 24 года и у меня появился свой тонометр Я хочу сделать его распаковку, можно так сказать небольшой обзорчик Кому-то это видео покажется неинтересно, кому-то это видео зайдет Смотрите, что такое тонометр? Объясняю, это прибор для измерения давления, у меня есть проблемы с сердцем, проблемы с давлением Поэтому мне он нужен и здесь есть такие некоторые функции, которые мне помогут Помимо измерения давления, конечно же Сейчас я о них вам расскажу Давайте я просто введу вас курс дела Как здесь вот написано Уровень давления это важнейший показатель состояния здоровья Чтобы сохранять отличное самочувствие и активность на долгие годы Необходимо контролировать артериальное давление Автоматический тонометр А23 измеряет давление с высокой точностью Имеет расширенный набор функций и удобен в использовании Позаботьтесь о своем здоровье Ребят, я для каждого рекомендую Это не в коем случае не реклама Это просто моя жизненная история Я вам просто показываю Всегда мониторьте свое давление Потому что, например, я даже не задумывался о том, что у меня есть проблемы с давлением Есть люди, которые... Вот вообще нормальное давление, я вам объясняю, это 120 на 80 Есть люди, которых поднимается давление до 130 Верхний показатель до 130 И у них уже головокружение, головные боли, шум в ушах, подтемнение в глазах и прочее У меня такого нет У меня давление 140, 160, 180 Я вообще не чувствую его никак абсолютно То есть абсолютно вот у меня, например, 180 на 120 Я вообще его не чувствую То есть я просто хожу Ну да, какое-то такое... Кровь приливает к голове Но я как бы отношусь к этому спокойно То есть никакого головокружения, ничего такого нету То есть чувствую себя нормально А дышка появляется из-за того, что сердце быстрее начинает биться Ему становится сложнее биться Но я как бы от этого сильно не страдаю Но тем не менее, у меня есть такая проблема Поэтому у меня есть проблема с аритмией сердца Так, ну давайте посмотрим функции Первая функция Индикатор аритмии То есть ранее выявлено... Ранее выявление нарушения сердечного ритма Вторая функция Рассчитает среднее значение посредних трех измерений Третья функция Память для двух пользователей по 60 измерений То есть смотрите, вы померли давление 60 раз он запомнит ваши показания То есть давление и пульс Здесь на двух пользователей То есть, например, если у вас двое Например, там два человека мерять Да, например, там пожилая пара То для каждого из них будет по 60 измерений доступно Далеко не каждый прибор, тонометр может себе такое позволить Прибор показывает текущую дату и время Также шкала уровня артериального давления позволит оценить результат И отнести его к нормальному Либо к гипертонии первой, второй и третьей степени Увеличенная манжета 22.36 Вы видите, у меня руки большие достаточно Поэтому увеличенная манжета Сразу, ребят, хочу вам сказать То, что это тонометр компании Bewell Это британская компания Она пришла в России, по-моему, в 90-х годах По-моему, в 97-м, я точно не помню Это британская фирма Bewell Но конкретно этот тонометр Произведен по лицензии В филиале этой фирмы В Швейцарии А Швейцария, как вы знаете, славится своим качеством Короче, смотрите, вот зарядное устройство для него Вот так вот оно выглядит Вот так вот оно выглядит Можно его вставлять в розетку Можно использовать от батареек Вот видите Вот так вот выглядит сам тонометр Я не знаю, что означает Старт это старт Есть такая пленка защитная Вставляется сюда Что-то не пойму А, нет, вот сюда вставляется Вот, вставляется в розетку Стоит он Сейчас я вам скажу, сколько он стоит Он стоит 2000 Сейчас 2048 рублей И скидка была 216 рублей Это было куплено в аптеке Это было куплено не онлайн Поэтому ссылки никакой не будет Вот, и такие батарейки Не каждый далеко изготовитель приборов Производитель кладет батарейки Это не самые лучшие, наверное, батарейки Но, тем не менее, они есть Я пока доставать не буду Пользоваться я буду тонометром каждый день Поэтому батарейки при берегу пока что Так, здесь зависит также сумочка Для хранения Давайте попробуем Собственно, втыкаем в розетку Такой небольшой тестик Втыкаем в манжету Вот сюда Так, здесь есть, короче, буква М Я не знаю, что это значит Давайте нажимаем буква М Это типа М1 пользователь Короче, я не знаю, что это означает Давайте нажимаем на старт А, М это memory, это память Как пошло давление, мерить нет Как время-то настроить Можно на М нажать Здесь непонятно, что это показывает А как память-то настроить Ну-ка, давайте почитаем инструкцию Здесь что-то положили вниз В нее Так, это у нас Такая большая инструкция Нет, единственное, что надо понять Это как устанавливать память Ой, время, время По поводу времени Так, рисунок 1.1 Размер смены пользователя Так Да, кнопка М Это память Так Меры предосторожности Настройка батарейки Здесь даже написано в инструкции Как батарейки вставлять Обалдеть Так Прочинструкцию сохраню Тут какие-то разные знаки При неисправностях Это потом Если они возникнут Я по инструкции пойму Так Ну, короче Время здесь можно Как-то установить Давайте сейчас пока не буду Этим заниматься Вообще Мне на самом деле Время не обязательно Устанавливать Как бы Они должны быть Да, либо батарейки В нее вставлены Чтобы время не сбивалось Либо она должна быть Постоянно в розетку включена Чтобы время не сбивалось Вот То есть Таким образом В памяти Будет отображаться Ваше давление На определенную дату И на определенное время Вот Ну, я Мне проще По старинке Как бы Вручную записывать То есть Мне все-таки Нужно будет провести Допустим Суточный мониторинг Допустим Для врача Например Каждый час Мерить давление Я все-таки Настрою Разберусь Время Но Смысл в том Что время Настраивается Короче Все Давайте попробуем Потестируем Как сказать Нажимаем на старт Росток Провод должен быть Конкретно По центру руки Так Проверяем Так Вот 0.1 Это первый Пользователь А вот Блин Надо было Просто подождать Я нажал То есть Вот сейчас Моргает 0.1 То есть Первый Пользователь Всего Тут два Пользователя Напоминаю Так Пошел процесс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче Вот смотрите Ребят Сейчас я вам покажу Смотрите Вот Видите Пульс Показывает Пульс 75 И вот Давление 156 На 87 Вот Вы сейчас Можете Наблюдать Кстати Экран Достаточно Большой Есть Маленькими Экранами Есть Узкими Экранами Есть Вообще Этонометры Вот Такие Прямые Как Кирпичики Вот Короче Смотрите Давление 156 На 85 Верхнее Повышенное То есть Для меня Даже 130 Это Предел Нормы 156 Я Опять Не Чувствую Но 156 Пульс 75 Даже Малова 73 Точнее У меня Малова То есть Обычно У меня 90 Обычно Я веду обычный образ жизни И спортом занимаюсь И на велосипеде Езжу И гуляю В принципе Не замечаю Большого давления Но тем не менее Лечусь Все-таки От такого давления От себя Могу добавить То что Есть Два вида Тонометра Две фирмы Это Bewell И вот Еще Какая-то Я не помню Извините За то что Я не помню Швейцарская Короче Фирма Есть Omicron По-моему Называется Как-то так И вот Bewell Это Британская Фирма В принципе В России Может быть Есть Какие-то Другие Тонометры Но Bewell По-моему Есть В каждой Аптеке Поэтому Если вам Знакомых У них У всех Bewell И они Служат Десятилетиями Тонометра Какая-то Минимальная Погрешность Есть Но Она Не критична Все Ребят Всем Большое Спасибо За просмотр Надеюсь Было Для вас Интересно Все-таки Это Часть Моей Жизни Это Моя Жизненная История Для этого Рубрика Влог И Создавалась И Она Будет Продолжать Существовать Надеюсь На ваши Лайки Комментарии Я Открыт Любой Критике В комментариях Еще раз Говорю Никогда Не перестану Повторять Пишите Свои Комментарии Пожелания И Желаю Всем Гребкого Здоровья Увидимся В следующих Роликах С вами Был Прангстер Всем Пока